Всем привет! Зимой часто возникает вопрос, надо ли греть машину в мороз и если надо, то сколько? Когда мы ездили на карбюраторных машинах, собственно говоря, вопрос вообще не стоял, потому что карбюраторная машина непрогретая не ехала. Ну, можно было там вытянуть подсос, как-то ее там насиловать, но все это были уже какие-то форс-мажорные меры, а в принципе, карбюраторную машину мы естественным образом до какой-то температуры прогревали. Но иномарки с впрыском позволяют завестись и ехать практически сразу. Сумятицу вопрос несли еще и европейцы. В некоторых европейских странах прогрев машины на холостом ходу вообще запрещен. То есть вам дается примерно одна минута, чтобы вы сели, там пристегнулись, завели машину, огляделись и все, надо стартовать с места. Но это сделано больше по требованию экологов, потому что на холостом ходу машина холодная, особенно выхлапывает большое количество вредных веществ, нейтрализатор не работает и так далее. Эту практику многие решили перенести на Россию, то есть раз у меня иномарка, завелся и сразу в путь. Можно ли так делать или нет? Ну, начнем с того, что Европа, вообще говоря, континент с гораздо более мягким климатом, чем Россия. И вот сейчас, буквально в эти дни в Европе, там порядка минус 20 градусов, для них это уже близко к стихийному бедствию. И, естественно, что переносить вот эти рекомендации на Россию 100%, вообще говоря, нельзя. В России прогрев на холостом ходу в морозы, то есть при температурах, там скажем, минус 20, минус 25, он все-таки необходим. Другое дело, сколько греть машину и как ее греть? Здесь я предлагаю вообще отойти вот от этого понятия прогрев на холостом ходу. То есть машину мы прогреваем постепенно. Первый шаг это, да, мы завели и дали ей поработать на холостом ходу. Но на этом прогрев не заканчивается. То есть не надо пытаться нагреть ее до 90, там, до 110 градусов охлаждающую жидкость на холостом ходу. Машина прогревается в движении быстрее. Поэтому после первоначального прогрева на холостом ходу, что нам надо сделать, это тронуться и ехать плавно. Нагрузку машине в движении надо давать постепенно. То есть, например, первые метры, там, да, мы по двору едем на первой передаче, там, держим, ну, не знаю, там, полторы тысячи оборотов в минуту. Постепенно машина прогревается, то есть проходит, скажем, минута, мы включаем вторую передачу, опять держим обороты полторы тысячи. И так постепенно мы увеличиваем нагрузку. Вот такой режим прогрева с плавным, прогрессивным увеличением нагрузки, он фактически оптимален для машины. То есть, с одной стороны, на нее не приходится каких-то резких ударных нагрузок, когда вы, например, только завелись и сразу там дали пять тысяч оборотов, у вас там все вкладыши провернуло, там, все, что можно, заклинило. С другой стороны, вот это постепенное наращивание нагрузки, оно ускоряет сам процесс прогрева. Потому что на холостом ходу выделяется достаточно мало тепла. И есть машины, двигатели есть, которые на холостом ходу, в принципе, не могут выйти на рабочую температуру. Особенно это касается турбодвигателей, маломерок, там, объемом 1,2-1,4 литра. То есть, они, в принципе, требуют нагрузки, чтобы прогреться до рабочей температуры. Таким образом, процедура прогрева выглядит так. Мы завелись, в зависимости от мороза, прогрели машину на холостом ходу. Это может быть, например, 2-3-5 минут, если, например, мороз серьезный. После этого мы начинаем движение и даем ей немножко прогреться в движении, постепенно наращивая нагрузку. Имейте также в виду, что датчик температуры показывает температуру охлаждающей жидкости. А еще одной важной рабочей жидкостью является, соответственно, моторное масло. И оно прогревается медленнее, чем охлаждающая жидкость. Например, на холостом ходу, ну, вот я смотрел результаты исследований, масло до рабочей температуры прогревается примерно полчаса. Ну, то есть, грубо говоря, те, кто любят машину завести на автозапуске, там, 15 минут, значит, дать ей поработать, а потом сразу сесть и погнать, они, в общем-то, наносят ей вред. Потому что машина, да, на холостом ходу вроде 15 минут работала, уже там 90 градусов охлаждающая жидкость, но масло все еще не вышло на полностью на рабочую температуру. Поэтому в любом случае нагрузку надо давать постепенно. Ну и напоследок скажу следующее. Для любителей очень долгого прогрева на холостом ходу, это вообще говоря, не очень полезно для двигателя. То есть, холостой ход, да, он менее интенсивный с точки зрения прогрева с одной стороны, и с другой стороны он способствует появлению, ну, отложений в камере сгорания, в выхлопной системе. То есть, это, в принципе, для двигателя не очень оптимальный режим, несмотря на то, что даже нагрузка там минимальная. Ну и, наконец, имейте в виду, что в машине прогревать нужно не только двигатель. То есть, замерзшая машина, это еще и замерзшая коробка передач, это еще и замерзшая подвеска. Поэтому вот этот принцип плавного движения и постепенного наращивания нагрузок, он применим ко всему автомобилю. То есть, дайте прогреться и коробке передач, дайте прогреться амортизатором, потому что, когда мороз, вы чувствуете, что машина идет жестче, именно потому что масло в амортизаторах тоже загустевает, и подвеска становится, ну, грубо говоря, жестче. Поэтому, подытоживая, заводим автомобиль, в зависимости от температуры, даем прогреться какое-то время на холостом ходу, затем начинаем движение и наращиваем нагрузку плавно. Ну, и сколько греть на холостом ходу, зависит от температуры, но я делаю примерно так. То есть, если, скажем, до минус 10 температура, то грею там одну-две минуты, ну, там, три минуты. Если температура, скажем, там, под 25 градусов, то могу греть 5 минут на холостом ходу. Если минус 30, могу 7 минут на холостом ходу греть. Но, в любом случае, после этого я начинаю движение плавно, не даю слишком высоких оборотов и наращиваю нагрузку прогрессивно. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал. Если есть какие-то вопросы, которые вас интересуют, пишите в отзывах, мы постараемся отреагировать. И еще один момент, друзья. Даже если вы прогреваете машину на холостом ходу достаточно долго, не делайте этого под чужими окнами. Особенно, если у вас какой-то старый автомобиль, который изрядно чадит, потому что все это тянет в окна, этим дышат дети. Ну, и кроме того, прогрев автомобиля в жилых зонах фактически запрещен у нас правилами дорожного движения. Здесь мы не отстаем от Европы. Спасибо.